Добрый день дорогие друзья! Шаббат шалом! Мы продолжаем наше изучение Торы и сегодня наша недельная глава называется Бешалах и мы смотрим как Всевышний нам показывает свои невероятные чудеса то есть ситуация такая закончилась маца написано что мы ели мацу 30 дней месяц ели есть меньше 31 день и теперь нет еды вот такая ситуация мы если мы просили хлеб это одно мы что говорим мы помним как мы сидели у горшков с мясом и хлеб ели до света хотя это правда не было египтяне заставляли нас ловить диких зверей и мы им их ловили готовили они ели а нам никто ничего не давал а домашних животных египтяне не ели это были их не боги но хлеб ели до света и мы так требовали дерзко что Маше страдал сильно от этого он говорит почему вы ко мне обращаетесь разве мы с Агароном здесь виноваты в этом просите Всевышнего в общем дошло до того что Маше молится и Всевышний говорит вечером будет у вас мясо вы хотите мясо требуете будет мясо вы испытываете Бога получается что вы требуете невероятных чудес но Всевышний сделал так что вечером налетели перепела полный стан птиц мясной породы какая это птица мы точно не знаем но дали эта перепелка что сейчас главное что все еды получается сколько хочешь перепелок и он дал вечером чтобы у нас не было возможности ее нормально приготовить а вот на утро хлеб на утро мы встали и вот на поверхности земли что-то мелкое рассыпчатое мы не знаем что это Всевышний говорит что это хлеб который он дал мы говорили что это Ма что и так мы и назвали его Ман и он был прекрасный на вкус сразу готовый к употреблению его можно было есть и кто верил во Всевышнего получали удовольствие этого хлеба небесного и что хотели во рту у нас появлялось когда мы когда мы хотели хотели жареную курицу получали ее хотели мороженое мороженое что хотели то и ели что касается людей которые меньше соблюдали им приходилось его готовить труд вкладывать а кто вообще не хотел ничего соблюдать тот очень далеко собирал и очень тяжело обрабатывал и такого прекрасного вкуса не было так вот и в конце концов мы все получили чудеса невероятные птицы прилетают ман с неба падает и все у нас шикарно и теперь давайте сравним что было дальше дальше было такое мы были у горы Синай мы знаем что там произошло мы получили 10 заповедей Тору в общем сделали тельца в общем беды там хватало но в конечном итоге всевышний говорит идите страну к нам все нормально он нас простил в общем все все выходит и что получается мы опять начинаем требовать хлеб мы начинаем требовать мяса кто накормит нас мясом и нам надеяла эта негодная пища ну казалось бы мы уже невероятно видели сколько чудес столько всего в общем всевышний говорит что вы творите в общем требовали 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 всевышний взял и сжег Краистана сжег Краистана назвали это место Тавыра и лучших Израилей поверг за это мы поняли что наглостью требованием ничего не получают начали не плакать кто накормит нас мясом всевышний говорит ну получат они мясо будут есть не день не два не пять не десять не двадцать а целый месяц пока из ноздрей не повылазят и так и было ели его месяц пока поумирали те люди которые дерзко требовали мяса и написано похоронили народ походливый и назвали это место Кеврона Атава могилы прихотей то есть когда мы еще не получили Тору то всевышний никого ничем не наказал он дал мясо он был недоволен потому что дает его вечером но все все получили что хотели люди еще не знали что такое небесный хлеб и поэтому они еще не знали но здесь уже все есть мало того сегодня у вас же есть животные режьте у вас что денег нет вы вынесли целое состояние покупайте у других народов покупайте себе что хотите вы что без средств существованию нет наш скот это наши нам он нужен будет когда придем в страну к нам там будем служить с этим скотом давай даром потому что мы говорим мы помним как мы ели арбузы там дыни ели даром пустые грудцы там вот это вот все даром слово даром ключевое ну хотите даром получите то есть то есть если всевышний говорит что вы соблюдаете западе получите удовольствие этот манк он будет тем что и не снилось во первых он полностью усваиваем он растворялся в человеке не набухать туалет ничего все было это чисто духовная была пища а тут нет мы требуем земной обычной ну и за это и получили но надеюсь что мы уже знаем как себя вести и такого не будем себе позволять будем понимать что тому что дал всевышний надо радоваться на этом наш сегодняшний урок заканчивается урок был дан в западе души Игорь Бен Лев Ида Бат Яков Берт Абат Исраэль Павел Бен Ефим Сумим Бен Герш памяти Ури Бен Харитон Медель Бен Медлен Яков Бен Ахум Владимир Бен Григорий За здоровье Светлана Бат Клара Шимон Бен Исхак Борис Бен Мария Анна Бат Ривка Полина Перв Бат Соня Сура Лена Бат Клара Женя Бат Ида Анна Бат Елена Ифим Бен Эстер Двора Бат Мирям Моисей Бен Ева Ирина Бат Двойра Йосиф Бен Раиса Инесса Бат Маэль Евгений Бен Берт Евгений Бат Ита Фира Бат Анна Геннадий Бен Лена Ольга Бат Светлана Йосиф Дан Бен Сара Таня Бат Фрида Ида Бат Рива Вадим Бен Татьяна Илюлия Бат Белла Яков Йосиф Бен Рахель Шимон Бен Мира Фейга Барберта Ася Бат Года Марк Бен Нина Ира Бат Вера Леонид Ан Клара Рафаэль Бен Клара Ханна Цепора Бат Сара Ида Бен Хая Авива Ивин Бен Соня Майя Бат Фаина Алексей Бен Ольга Гая Бат Вадим Мазал Панасас Гула Ирина Батури Арон Ари Бен Дури Заруши Дух Арон Ари Бен Двойра Дизь Бен Ахум Авигаль Бат Сара Ханна Бат Абрагам Рафаэль Ари Лей Бен Лариса Панасай Брюд Лагир Бен Рая Марина Бат Рая Борис Бен Марина Алексей Бен Наталья Всего хорошего Олегу Марченко Всем браха Парнасакова Намазал то Что мы это время Не грешили Учили Тору Всем все самое наилучшее Всем желаю Крепчайшего здоровья И шаббат шалом Наш следующий урок Надеюсь состоится Въем решен В 15 часов Шалом